Долгое время местные жители этот парк на улице Шевченко иначе как страшным не называли. Однако в прошедшем году совместными усилиями горожан и чиновников из городской администрации парк стал приобретать облагороженный и человеческий вид. И теперь, как и прежде, жители близлежащих домов стали гулять здесь с детьми. Напомним, что Новопавловскую рощу городские власти хотели сделать парком еще в 2007 году. Однако активная работа по расчистке этой зеленой зоны от мусора началась лишь в середине лета прошлого года. За это время работники службы по уборке города опилили ветки со старых деревьев, а местные жители и волонтеры очистили дорожки и пруд от мусора. Здесь бомжи собирались и все. Здесь страшно было. Во всяком случае, мы вот с ребенком обходили стороной, а сейчас хочется здесь пройтись по парку. Парк этот детский, будут тут дети, самые главные командиры и начальники. Всех пожеланий мы учитываем. Мы вот здесь пометили деревья, которые будем опиливать и, значит, которые нависают над прудом, чтобы ветки сюда не сыпались. Пруд этот будет дочищаться. И здесь будем рыбку ловить. Будем смотреть, рассматривать возможности установки детских площадок. Больше работ будет произведено по благоустройству самого парка, по оборудованию пешеходных дорожек. Также в планах у городских властей отремонтировать прилегающую к парку улицу пятая линия. В этом году здесь произойдет замена асфальтового покрытия. И это тоже пожелание местных жителей. Соответствующей просьбой на личном приеме они обратились к главе администрации Рязани Виталию Артемову. Пятая линия будет позволять спокойно выезжать направо и налево, налево, налево комсомола. Считаю, эта артерия позволит соединить, можно сказать, то направление, которое двигается с московского шоссе в направлении улиц Черновицкой, в направлении улиц Островского, в направлении того же бульвара Братиславского и выходить туда на Куйбышевское шоссе. Положительные перемены с Новопавловским парком – отличный пример взаимодействия власти и горожан. Ведь именно благодаря таким совместным усилиям заброшенная зеленая зона постепенно превращается в облагороженный сквер, куда без боязни на прогулку могут прийти дети и родители. Кстати, в ближайшую субботу, 8 февраля, здесь пройдет детский спортивный праздник, поучаствовать в котором может не только окрестная ребятня, но и все желающие.